Киев, Москва, Пекин. Челночная дипломатия премьер-министра Венгрии стала сюрпризом для глав государств Евросоюза. За последние дни Виктор Орман посетил президентов Украины, России и Китая, после чего дал большое интервью самой тиражной газете Германии и отправился в Вашингтон на саммит НАТО. В европейских столицах считается, что Кремль не хочет мира, а любое прекращение огня использует для восстановления сил и подготовки нового наступления. В интервью немецкой газете Bild Виктор Орбан пытается убедить Европу в противоположном. В том, что с Владимиром Путиным можно и нужно вести переговоры. Правда, на фоне разбомбленной детской больницы в Киеве готовность к диалогу с Москвой в Европе приближается к нулю. Несмотря на все мирные инициативы венгерского премьера, за которым давно закрепился имидж самого пророссийского политика Европы. Орбан обосновал свою миссию тем, что в ближайшие месяцы ожидает обострения ситуации на фронте. По его словам, воюющие стороны пополнили запасы вооружений и полны решимости продолжать боевые действия. И поэтому число погибших будет расти. Орбан говорит, что из разговоров с Зеленским и Путиным он взнял вывод, что если не попытаться остановить боевые действия сейчас, ситуация будет гораздо хуже. В частности, премьер-министр Венгрии отмечает, «У меня была возможность поговорить как с украинским, так и с российским президентами. Поверьте мне, в ближайшие два-три месяца будут гораздо брутальнее, чем мы думаем». Поэтому сейчас подходящий момент, чтобы перейти от политики войны к политике мира. И далее, потери человеческих жизней – главный моральный аргумент. Но речь еще идет и об интересах Европы, ибо происходящее очень плохо и для нас тоже. В столице Германии только пожимают плечами. На правительственной пресс-конференции в понедельник еще раз прозвучало, что Орбан действует не от имени всего ЕС, а только от имени своей страны. А во-вторых, его инициативы ни с кем в ЕС не согласованы. А из-за спонтанной поездки в Пекин он в последнюю минуту отменил встречу с министром иностранных дел Германии Бербак, что вызвало недоумение Берлина. Я думаю, тут говорить особо нечего. Потому что время от времени мы говорим об этом, и наши партнеры – украинская страна. И это мирный процесс, который представил Владимир Зеленский осенью 2022 года. А мирный план, который по сути равняется капитуляции Украины, навязанный мирный план – это не мирный план вовсе. А по сути это допущение того, что Владимир Путин своей нелегальной войной добился всех своих целей. А это абсолютно неприемлемо. И, кстати, мировое сообщество с этим согласно. Так что ничего нового в этой так называемой инициативе Орбана нет. Между тем, министр иностранных дел Чехии Липавский назвал тех, кто разглагольствует о мире с Путиным, дословно полезными идиотами. И добавил, что будет выступать на саммите НАТО за стратегию долгосрочного сдерживания России.